Еще одно сообщение из российской столицы. Музей императора Николая II в Москве, расположенный в уютном трехэтажном особняке Пушкинской эпохи XVIII века, усадьба Струйских, что на Гороховом поле, обновил свою постоянную действующую экспозицию и приглашает всех желающих посетить эту уникальную в своем роде выставку, прикоснуться к истории и узнать много интересных подробностей жизни царской семьи. Частное собрание художника-реставратора и искусствоведа Александра Ренжина рассмотрела наш корреспондент Эльвира Гордеева. В нескольких залах музея подлинные вещи семьи последнего российского императора Николая II. Все эти исторические предметы более 30 лет собирал и систематизировал действительный член императорского православного палестинского общества художник-реставратор и искусствовед Александр Ренжин. В нашем музее это подлинное свидетельство того, что русский народ царя не забывал. Император Николай II в памяти народной жив. И те вещи, которые вы здесь видите, предметы материальной культуры, это и стекло, и фарфоры, книги, и портреты. Все это люди сберегли у себя дома. И в этом смысле музей уникален именно как прямое свидетельство того, что русский народ все-таки Николая II помнил, дорожил памятью о нем, изберегал огромное количество вот таких предметов материальной культуры, которые свидетельствуют об эпохе последнего царя. Полтора года назад музей пытались выселить из занимаемого помещения в усадьбе Струйских. Тогда к делу спасения уникальной коллекции подключились известные общественные и культурные деятели. И только благодаря усилиям Анны Витальевны Громовой, возглавляющей Елизаветинско-Сергиевское общество, музею в центре столицы удалось выстоять. За последний год здесь поменялась структура залов и обновились экспонаты. Вы находитесь в зале, посвященном императору Александру II и Александру III. Прежде эти материалы были разбросаны. Здесь мы их сконцентрировали, вот в этом первом зале. И уже благодаря тому, что появились новые витрины, которые Марфа-Маринская обитель нам пожертвовала, мы смогли создать первый зал, который полностью сформирован как такая единая композиция. Из недавних обретений музея – настольный бронзовый бюст императора Александра II. Работы знаменитого скульптора, академика и заслушанного профессора Императорской академии художеств барона Петра Карловича Клотта. Экспонат поступил из частной коллекции из Санкт-Петербурга. Когда-то, видимо, был частный заказ. И этот бюст, он очень высокого качества, отливки. Думаю, что, скорее всего, это могли изготовить для императорской читы. В числе новых экспонатов коллекции – икона, которой государь-император Александр III во время коронации его в 1883 году в Москве в Успенском соборе Кремля благословлял присутствующих на ней. На ней изображены небесные покровители Александра III и государь-императорицы Марии Федоровны, соответственно, Александр Невский и Мария Магдалена. Прекрасного московского письма. Образ, да, и вот это сокровище теперь хранится в музее Николая II. Помимо этого зала, в музее есть и несколько других, в которых бесценная коллекция предметов, вещей и реликвий, связанных с семьей государя-императора, так или иначе, характеризует дореволюционную Россию – эпоху, в которую правил последний русский император Николай II. Субтитры создавал DimaTorzok